Одно из самых значимых событий Великой Отечественной войны – контрнаступление советских войск под Москвой. Началось 5 декабря 1941 года. В эти дни мы вспоминаем людей, которые воевали, работали на трудовых фронтах, обеспечивали победу над фашистскими полчищами. Сегодня наш рассказ пойдет о военных медиках, которые стали олицетворением высокого гуманизма и мужества, самоотверженности. Пелагея Петровна Володина – жительница города Видное, фельдшер по образованию, прошла всю войну и победу встретила в Берлине. Пелагея Петровна Володина родилась в январе 1924 года в селе Родничок Волошовского района Саратовской области. К началу войны ей было 17 лет. Она уже училась в медицинском училище в городе Балашове, который на момент начала войны стал важным машинодорожным узлом, через который шло снабжение Старинградского и Донского фронтов. В городе было введено военное положение. Света нет. Все, как говорится, выключено. Все в темноте. Мы продолжаем учиться. И мы по 8 часов занимались. 6 теорий и 2 часа практики. Практика уже проходила в госпиталях, потому что здесь открыли столько госпиталей и столько воинских частей. Это было набито всего в этом городе Балашове. В 1942 году молодой специалист медицинской службы начала трудиться в госпитале, пока еще в Балашове. В отделении, где работала фельдшер Пелагея, лечились солдаты с черепно-мозговыми и позвоночными ранениями. Если ранение было в шейный отдел, у него ни руки, ни ноги не двигались. Если в поясничный отдел, у него эта часть не работает. Он и не ходит. Лежат они у нас, так и называются, спинальники. Мы их лечили, перевязки делали, уколы делали, таблетки давали, кормили, поили, судно подавали. Все делали сами. Известный полководец, маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян после завершения войны писал, то, что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны, по всей справедливости может быть названо подвигом. Подвиг совершала и наша героиня, выхаживая раненых бойцов. Сила вот откуда-то бралась у нас. Бралась сила. А сколько мы их погружали, отправляли в тыл, а сколько на себя принимались, машин стаскивали, носилки и тащили в здание, или на третий, или на четвертый этаж. Я даже теперь не представляю, как это мы все делали. На войне Пелагея Петровна встретила и своего будущего мужа Сергея Яковлевича Володина. Он находился в моей палате. Лечили, уколы делали. Все как положено. Ну, полечился, выписался и уехал. До свидания. Молодой офицер Сергей Володин служил в одной из разведывательных организаций «СМЕРШ». «СМЕРШ-шпионом» так называлось это ведомство. В 43-м году в Воронежской области он вместе со своими сослуживцами выполнял боевое задание. Случайно, когда мы уже были в Воронежской области, наш госпиталь уже находился, я его встретила. Я вышла случайно за ворота госпиталя, а он же с товарищем идет. Я его окликнула. Фамилию-то помню. Он повернулся, узнает меня. А потом опять разъехались. Он в одну сторону, а я в другую. А встретились уже, я домобилизовалась. Это было 5 ноября 45-го года. И больше не расставались. В 66-м году семья Володина переехала в Видное. Пелагея Петровна более 30 лет проработала в психо-неврологическом детспассере. Сергей Яковлевич трудился в пассажирско-транспортном предприятии. 17 лет назад муж Пелагеи Петровны умер. А ей сейчас уже 90. Но активности этой женщины можно только позавидовать. Она постоянная участница всех мероприятий в городе. Бывает в школах и детских садах. Рассказывает ребятам о войне. И очень переживает о том, что сейчас происходит на Украине. Боже мой, сколько мы Украину эту освобождали. Сколько людей погибало. Сколько страдало. И теперь в честь чего опять сначала? Опять жертвы и погибают кто ведь? Мирные дети, старики. Военные госпитали и фершерско-эвокационные пункты, так называемые ФЭПы, где трудилась Пелагея Петровна Володина, располагались и в освобожденном Николаеве, Одессе, Львове, Польше, Германии. Всю войну прошла эта хрупкая женщина. Победу встретила в Берлине. Людмила Медведева, Евгений Петров, Наталья Буслаева. Видное ТВ.